В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. В центре внимания. Правила рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне обсудили в Наридмаре с представителями федерального ведомства. В память о почетном гражданине Ненецкого округа. На здании Наридмарской электростанции открыли мемориальную доску. Школьные будни на краю земли. Как освоились учащиеся из Индиги в новом здании современной школы. Расскажем сегодня. Включение карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна и возможность для жителей прибрежных поселков ловить рыбу на законных основаниях, а также другие важные вопросы в сфере рыболовства на территории Ненецкого округа. Обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Юрий Бездудный и заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Пробелы в правилах рыболовства в районе Карской губы устранены Росрыболовством после переговоров губернатора округа с главой ведомства Ильей Шестаковым в Москве в январе текущего года. Поскольку досадная техническая ошибка не позволяла жителям прибрежных поселков, расположенных на востоке округа, ловить рыбу на законных основаниях и невольно создавала условия для браконьерского вылова рыбы. Внесены изменения в правила для северного рыбохозяйственного бассейна, туда внесена Карская губа. Сейчас эти правила находятся в Министерстве юстиции на регистрации. Рассчитываем, что в ближайшее время отрегистрация произойдет. В свою очередь глава региона отметил важность принятого решения для жителей округа. Стороны обсудили также вопрос о передаче полномочий по выдаче путевок на семгу в округ. Планируется, что совместно с Росрыболовством будет сформирован новый рыболовный участок на реке Печоря, который будет передан под управление округа. А впоследствии участки Городской и Чайкино также перейдут от федерального учреждения Главрыбвод в окружное казенное учреждение. В ходе встречи Василий Соколов проинформировал губернатора Ненецкого округа о научных исследованиях Росрыболовства. Можно ли в арктических условиях еще и разводить рыбу? Мы сейчас пытаемся нашу руку сориентировать, что найти все-таки виды, которые были бы пригодны даже для таких суровых и тяжелых условий, где, казалось бы, аквокультура не должна существовать. Как заметил представитель Росрыболовства, речь в дальнейшем может идти не о глобальных, а о создании доступных бюджетных проектов по разведению рыбы в арктических условиях. Кроме того, заместитель главы федерального агентства Росрыболовства встретился с депутатами окружного собрания депутатов. Во встрече также приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Коткин и сенатор Денис Гусев. Участвовали в разговоре и главы поселков Амдермы и Усть-Кары, для жителей которых включение Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна наиболее важно. В ходе встречи обсуждались в том числе перспективы преференции в правилах рыболовства для жителей Крайнего Севера. В настоящее время в Росрыболовстве рассматриваются порядка 40 предложений, поступивших из Нянецкого округа по внесению изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. На следующей неделе состоится заседание Северного научно-промыслового совета, туда эти поправки направлены, они будут там рассмотрены. Более того, договорились, что на следующей неделе еще в Москве в управлении науки рассмотрим прямо по пунктам все эти предложения, на которые есть обоснования, которые будут признаны подходящими, ну не подходящими, соответствующими нормативной базе, соответственно, они внесем в правила, будем стараться как можно скорее. Рабочий визит представителей Росрыболовства в Нинский округ не ограничился только официальными встречами в коридорах власти. Василий Соколов встретился непосредственно с рыбаками, выслушал все их предложения по улучшению качества рыболовства на Севере. Участие в разговоре также приняли руководитель профильного департамента Альбер Чабдаров и депутат Государственной Думы Сергей Коткин. У нас вот путевки дают здесь, на лов это Семьи, там, значит, Сега, так как-то прочее, в районе, можно сказать, города, в черте города, тут недалеко. Жители, которые, вот, дальние поселки, например, Великолисточная, Миноз там и так далее, там прочее, они, они должны приехать сюда в город, получить путевку, это за 20, за 40 километров, за 130, какая-то несправедливость в отношении этих людей. Надо или разрешаем, не только здесь, но надо разрешить, может быть, на какой-то период, чтобы люди не ездили за 100 километров, а была возможность порыбачить там в районе своих поселков. Функция формирования рыболовных участков лежит на правительстве субъекта. Мы готовы оперативно отработать, то есть по тем предложениям, которые будут, можно сформировать дополнительные участки, вот, тем более есть, я считаю, что очень правильная идея в том, чтобы этими участками выходил на конкурс и оперировал потом казенное учреждение, которое здесь находится, соответственно, она может тогда устанавливать и ценовую политику в соответствии с теми установками, которые будет давать руководство региона. Ну, с нашей точки зрения, это правильное решение, и мы его поддерживаем. Как пояснил руководитель регионального профильного департамента, уже в ближайшее время будут сформированы границы новых рыболовецких участков, и вопрос вынесут на общественное обсуждение. Николай Безумов и другие рыбаки посетовали на то, что, будучи официально зарегистрированными в городе, приезжая на малую родину, допустим, в Великовисочное, они не могут ловить рыбы в этой местности, не нарушая закон. Логика была такая, что надо поддержать сельского жителя, поддержать того, кто живет непосредственно на водоеме, и там, где он живет, он должен иметь возможность себя как-то рыбой покормить из-за этих соображений. Поэтому, что, ну, а так это москвичи питерцы скажут, а почему нам нельзя? Конституция у нас, это страна единая. Но поддержка должна быть все-таки адресной тем, кому тяжелее всего. Окружные рыбаки предложили разрешить ловить рыбу на территориях других муниципальных образований жителям, зарегистрированным в Ненецком округе. Прозвучали на встрече и другие предложения. Буквально, ну, год-два назад мы приняли очень непростой закон, в целом, для северян, это любительском рыболовстве, который годами не принимался, лежал на полке Государственной Думы. Мы, значит, его очень непросто нашло, его обсуждение, проверили десятки площадок. Все предложения, которые были от Ненецка автономных округов, это законы любительства образований, они вошли в тело федерального закона. Самое главное, это то, что разрешили на Крайнем Севере ловить любительское рыболовство сетями, разрешили ловить семгу, красную рыбу, что, в принципе, нонсенс, нигде по Российской Федерации это нет. Но, тем не менее, федеральный закон был принят, он, в принципе, дает большие возможности, в целом, для любительского рыболовства, но со стороны подведомственных, нормативно-правовых актов, подзаконных актов, возникли вопросы у жителей Ненецка автономного округа, потому что каждую поездку, которая была здесь, возникают вопросы, встречаясь с рыбаками. Много мы обращались и в территориальное управление, северно-территориальное управление, речь идет о правилах рыболовства. Поэтому мы и вчера с окружным собранием депутатов, с губернатором Ненецка автономного округа, сегодня встретились с жителями, с рыбаками, которые непосредственно живут на реке. Было очень много вопросов, было очень много предложений. Причем мы договорились так, что буквально на следующую неделю руководитель департамента у нас вылетает в Москву, все собирают предложения, чтобы мы их обсудили еще раз в Москве и приняли те решения, которые необходимы для жителей Ненецка автономного округа. Иван Никонов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Мемориальная доска появилась на стенах Нуринмарской электростанции. На церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. О почетном гражданине округа Григории Синокосове расскажет Елизавета Кабанова. Григорий Синокосов пришел работать на электростанцию в 1962 году. Он стоял у истоков энергетики в Ненецком автономном округе. У него на первом, как сказать, всегда было, чтобы электростанция работала и чтобы солярка вовремя была завезена. Вовремя. И чтобы свет не отключался. И запчасти вовремя, чтобы завозились. В общем, очень даже человек хороший был. Строгий, но хороший. Профессионал, который внес неоценимый вклад в развитие энергетики. Так говорят про Григория Синокосова коллеги. Проработав на электростанции до 2009 года, а это почти 50 лет, он душой и сердцем болел за свое дело. Ответ свиным. Я работал на перспективу, чтобы требовалось. Обновлял оборудование. Заботливый был. Молодежь как раз в это время поступала все. Холостяки были. И он всех старался обеспечить жилье. Кому комнату даст сначала. Потом, значит, квартиры. Все добивался. Григорий Синокосов был награжден знаком почета, орденом почета и медалью за доблестный труд. Вся энергетика города Наринмара и региона в целом становилась под его руководством. То есть становилась она специалистами под его руководством. То есть азы энергетики, что мы на сегодня имеем, какой уровень развития предприятия, это вот все благодаря фундаменту, который был заложен Григорием Степановичем. 19 марта состоялась церемония открытия мемориальной доски бывшему директору Наринмарской электростанции Григорию Синокосову. Этой честь и энергетику достоин за неоценимый вклад в развитие электроэнергетики Ненецкого округа. На церемонии присутствовали не только бывшие коллеги, но и представители окружной власти. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Со следующей недели для школьников Ненецкого округа начнется долгожданная пора – весенние каникулы. Время, когда подводят промежуточные итоги и собирают силы для финального марш-броска в учебном году. Для маленьких жителей Индиги он запомнится ярким событием – открытием новой школы. Три четверти пролетели, как один миг, ведь скучать в одном из самых современных учебных заведений на арктическом побережье не приходится. В спортзале Индигской школы в самом разгаре тренировочный процесс. Дети готовятся к очередному турниру. Спорт у жителей Северного Тимана всегда был в почете, однако раньше ребята занимались практически в экстремальных условиях. Вместо спортзала у нас было маленькое здание, другое. И мы там как бы тренировались. А волейболом мы занимаемся, соответственно, на улице. И зимой? И зимой, да. Серьезно? Да, снегом. А ты волейболом увлекаешься, да? Волейболом и баскетболом. А как часто вы сейчас здесь тренируетесь и какие вообще секции у вас есть? Баскетбол и волейбол. Волейбол два раза в неделю и баскетбол тоже два раза в неделю. С появлением новой школы ребята наконец-то забыли, что такое учеба в две смены и волейбол на снегу. Впрочем, ждали этого события долго. В первом классе календарь, что я пойду в следующий год, но пошел только в восьмой. Хорошо, что хотя бы вообще пошел, да? Да. А в целом вот еще что помимо спортзала здесь классного есть? Дочка роста школы лидеров. Мы отвечаем за школьную газету. И, наверное, делаю сам и мультимедиа. Для всестороннего развития маленьких жителей Индиги целых три этажа. Здесь и актовый зал, и библиотека, есть мастерские и кабинет домоводства. Просторные кабинеты физики, информатики, химии и ОБЖ укомплектованы современным оборудованием. Если раньше у нас даже дети вот в межсезонье очень часто болели, то сейчас, в этом году мы подсчитали, посмотрели, у нас единицы. И это очень хорошая такая тенденция. То есть, меньше пропускают. Соответственно, надеемся, что качество образования будет лучше. Вот. У нас очень замечательные, просторные, светлые классы. Каждый учитель имеет свое рабочее место, где он может, конечно же, использовать такое оборудование, как интерактивные комплекты. Сегодня в Индигской школе обучаются 63 ребенка, в том числе и дети из соседнего поселка Ваучейский, которые проживают в интернате. Специально для них организовано четырехразовое горячее питание. Они у нас любят особо макароны, колбасу, конечно, курицу иногда любят. Свободное время маленькие жители Тиманского сельского совета проводят за изучением новых технологий. В точке роста дети осваивают азы управления. Водрокоптерами занимаются робототехникой и мультипликацией. Такие школьные будни в одной из самых современных школ на Арктическом побережье. Давай, давай, давай! Двойчик! Финальные игры турнира по волейболу среди школьников Наринмара прошли в детско-юношеском центре «Лидер». Соревнования проходили при поддержке предприятия «Башнефтьполюс». Победители и призеров отметили наградами и ценными призами. А лучшие игроки приняли участие в товарищеском матче между сборными нефтяников и окружной администрации. Ольга Руссул продолжит. Юный спортсмен Илья Шульман играет в волейбол уже четыре года. К интенсивным тренировкам привык. Делится планами на будущее, когда вырастет, станет тренером волейбольной команды. Скажи, как ваша команда сегодня отыграла? Очень хорошо. Вы победили? Да. Как удалось победить? Что вы делали для того, чтобы достичь победы? Ну, старались. Да. Снимали? Подавали, вынимали и все. В городских соревнованиях среди школьников Нарьинмара команда Ильи «Лидер» завоевала золото. Среди команд девочек лучшая команда с тем же названием «Лидер». Одна из ее участниц, София Остродумова, результатом довольна, но считает, что они выложились не на все сто процентов. Нам еще надо потренировать подачи хорошие, нападающие командные игры, чтобы вместе играть. То есть, там, говорить во время игры, кто принимает, кто там этот, ну, нападает. Потому что без этого мы бы проиграли вообще. Восемь команд и 96 участников соревнования по волюбулу получились массовыми и зрелищными. Глава региона Юрий Бездудный и генеральный директор компании «Башнефтьполюс» наградили команды победителей. Медали и ценные подарки, многофункциональные смарт-часы получили все участники соревнований. Обратите внимание, у нас вот в третьей школе два зала прекрасных появилось. Как только появились эти залы, сборная команда третьей школы стала побеждать. Появляются залы, появляются нормальные условия для занятий, и все, ребята играют. Поэтому я считаю, чем больше спортивных залов, тем лучше. После награждения товарищеский матч на волейбольной площадке встретились команды администрации Ненецкого округа и нефтяники. Лучшие игроки турнира от детских команд дополнили взрослый состав и ничем не уступали старшим товарищам. В итоге сборные выиграли по одному сету. А в третьем игровом отрезке окружная администрация взяла верх со счетом 11-9. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». 25-е соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза. Герои Российской Федерации Артура Челенгарова пройдут в субботу 20 марта на Качгартинской куре. Кроме самих гонок, зритель ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, концертные номера, конкурсы и выступления приглашенных гостей. Традиционно главным партнером спортивных соревнований выступит компания «Лук Уэлл». Подготовка к этому событию началась заранее и у Ненецкой телерадиообещательной компании. Помимо подготовки оборудования, также нужно проложить кабеля для трансляции, чтобы обеспечить телезрителей и радиослушателей информацией в прямом эфире. Подготовку начали еще за неделю до самих гонок, скажем так. Сейчас уже активная часть проходит у нас. Будем прокладывать оставшиеся коммуникации для проведения трансляции. Основной этап подготовки прошел в самом здании. Проверили оборудование, нарисовали схемы, чтобы сама трансляция прошла без каких-либо неполадок. Шесть камер, пять из которых будут давать картинку в прямом эфире. Два канала связи, один от сцены, другой от передвижной телевизионной станции. Слаженная работа и большой опыт за плечами позволяют сотрудникам быстро справиться со своими обязанностями. Начнем с того, что это не первый Бурандей в истории телерадиообещательной компании. У нас есть очень хороший опыт создания таких трансляций. Все готовилось в штатном порядке. Готовили оборудование, готовили кабеля, которые мы будем монтировать в лед. Прямая трансляция большого спортивного праздника Бурандей начнется на телеканале «Север» в спутниковом пакете «Триколор». Начало трансляции в 10 часов 50 минут. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Сделано в НАО. В рамках соревнований Бурандей и Семенхат Мирита Центр развития бизнеса Ненецкого округа совместно с окружными предпринимателями организует выставку-ярмарку продукции местных производителей, а также ресторанный дворик. Для жителей и гостей города представят ассортимент товаров, произведенных на территории Ненецкого округа. Это мясная, сувенирная, текстильная, лакомство для животных и другая продукция. В рамках ресторана дворика будет организовано питание платное, приготовление блюд на открытом воздухе. На ресторанном дворике у нас представлено 6 организаций общественного питания, таких как два ресторана – это «Артишок», «Фрегат Пустозерский», «Кафе у причала», «Хлеб из тандыра», «Ресторан Север» и «Арктикбургер». Посетить выставку-ярмарку сделано в НАО. И ресторанный дворик можно будет 20 и 21 марта. Время работы с 10 до 15.30 часов. Торговая и ресторанная площадка будет расположена рядом с торговым центром «Континент» на улице Полярной. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова